Аль, ты расслабилась. Мы не снимали выпуск всего целый один день. И все, и мы перестали вообще, типа, проснулись и перестали снимать. Почему мы начинаем утро с того, что ты на меня наезжаешь? Все, заставку. Это Виталия Продакшин. Седьмой день. Сегодня будет очень жарко. Погнали. Короче, мы ждем такси, которое, между прочим, опаздывает уже на 20 минут. Самое время отработать бэкбэйтик. Берем мою красивую воображаемую партнершу. Взял. Индикатор опускания бедра. Как Тимурчик говорил, нужно обязательно мышцы собрать. Ты прям вот туда бедышками чипую станцевал в партнерстве. Парнерша. Проходи, красивая. Красный поезд. Да. А вот и такси. Погнали. Ну что, доехали? Знаешь, кто это? Берем. Вот тут. Понятия не имею. Загомлю сюда. Здрасте. Привет. Гудо моргинг. Ну что, что вы узнали? Привет. Что, куда мы едем? Парк аттракционов. Куда? С адриналином поедем. Да, с адриналином. А, адриналином? Просто мы же не говорили, кто мы едем. Короче, ребят, это третий в Европе парк. Если это неправда, то все вопросы к Сверидону. О, он мне это сказал. Сейчас, по традиции, мы решили начать с самого жесткого аттракциона этого парка. Слезать, слезать, слезать. Мы идем на серьезные, брутальные горки. Я устал стоять. Мы стоим уже где-то полчаса. Полчаса стоим? А я устал бояться. Больше, больше. Не страшно? Мне страшно. Но я тоже боюсь. Мы уже совсем близко. Уже прям вот, мы следующий поедем. Любовь. Видите, я уже весь белый. Вообще белый полосок. Мама, забери меня отсюда. Они меня таскают по страшному аттракциону. У меня трясутся ноги. Я чуть не родил. Ну как вам? Это жесть. Поначалу, вот первый подъем и спуск. Я думал, все, я сейчас откинусь. Вообще он очень долгий. Много всяких приколюк. Несколько мертвых петель и спиралей. Закроется. Ребята, это очередное колесо. Обозрение. Тут мы не будем. Ой, какой страшный потолок. Тут мы не будем. Попросили сесть, да? Мы не будем тут танцевать. А вы будете книгу писать? Пишу, потихоньку. А про что она будет? Ой, я начал писать интересно. Ну, не знаю, получается, фотопресседатель? Как автодиография? Нет. Сначала начал писать, что я вижу каждый день, как я к этому отношусь. Как в станции, в троле. Сейчас немножечко не пишу. Точнее, просто, когда я салкнулся в посты, у меня посты все время забирало. Получало, что на эти посты просто в расширенном виде надо будет книгу впустить. Страшно? Очень. Снова страшно. Страшно, когда она шатается. Мне вот это нравится, что там как на лифте поднимается. Смотрите. Ну, как ощущения? Ай, блин, на самом деле очень жарко. Так особенно сегодня чувства кипят, так говорят, а я не вижу их. Так особенно сегодня люди шалят, так говорят, а я не вижу их. Так особенно сегодня звезды горят, так говорят, а я не вижу их. Ведь... Занятой взгляд Энтарфины пошли Фантазия пошли Я что ли чувствами залит Что глаза мозолю Энтарфины пошли Ну как? Ослежает очень Пойдем к Дерногорке, простудимся Еееее Сейчас уже орудие реально простудимся Кружит, кружит Как жить Кружит головы, ай да упаду Головы да да упаду Ну че как? У меня аж слезы просто на глазах, вообще я еще пристегнулся неудобно, я думал мне ноги отшибет нафиг Как самочувствие? Адреналин прям вообще Мы сейчас как раз едем на лифт Удачи! Аль, как тебе? Мне нравится Как страшно Вон они поехали, ё-моё Ну что, удачи ребят? Пошли красиво! Бери телефон Я держу Удачи! 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 Парай готовится к выступлению Сейчас я ноги почище Итак, объявляется первый заход, пожалуйста, пары Выходим на паркет Пары готовы, студии готовы. Музыка. Браво, браво. Аплодисменты. Оценки поставили? Пэнпоинт. Пэнпоинт. Браво. Это просто пушка. Боже, она же своей попой прикрывала столько пырок. Поставь оценку этому парку от одного до десяти. Пемь с половиной. Пемь с половиной? Ну, это хороший парк, мне понравилось. Тут очень много интересных вещей, которые я в других парках не видела никогда. За это дополнительные баллы и просто в общем и целом хорошо сделанные горки. А вы как оцените этот парк по шкале от одного до десяти? Семь, наверное. Твердая семерка. Твердая семерочка. А ты сколько поставишь? Ну, я бы поставил шестерку, да. Кстати, это не потому что мне не понравилось, но просто есть, ну, на порядок все равно лучше парки, которые в целом, да, в совокупности своей сделаны гораздо лучше и больше. Но, в принципе, для посещения стоит. Явно. Он необычный, прикольный, классный. Что мы делаем? У нас пикник. Потому что подумать заранее о том, как мы будем возвращаться назад, это не про нас. Мы не можем отсюда уехать. Да. Вот так вот мы накатались и устали. Да? Ну, ничего. Ребятки, мы тут уже разбили лагерь, в принципе. Не можем вообще уехать никак. Как самочувствие? Домой он хочет. Домой? А вот объясните, человек, который не знающий, вообще не читающий ваши инстаграмы, почему все не просто так? Ну, судя по всему, потому что все не просто так. Потому что все не просто так в этой жизни. Надо читать знаки. Знаки? Угу. Не все же так читают внимательно. Ред кто читает внимательно. Танцы. Танцы. И... Это римини, детка. Смотри. РИ. НИ. НИ. То есть получается хэштег все не просто так, это чисто из-за знаков, да? То есть если ты к этому не готов, то это будет утягощать твою жизнь. А как же дикое желание? Смотри, вот сегодня я выходил и я в масло отляпал свои кроссовки. Это был знак к тому, чтобы я одел шлепки. Но я не прочитал его. А потом уже в течение дня я понял, что кроссовки мои были мокрые. По сути они не нужны были здесь. А если бы прям хотелось бы одеть эти кроссовки? Ну мне и так хотелось. Я и хотел, собственно говоря. А с другой стороны, но есть же определенные препятствия в жизни. Как понять, что знак, а что препятствие? То есть что-то может не получаться, но не значит, что сразу нужно бросать что-то. И типа, что это знак, что она не судьба. Ну если ты это бросил, значит это не встает. Если ты борешься, значит ты борешься за это. Не, ну как бы все относительно. Он тебя замекает, что может быть, подумал. Ну как же, когда все просто так, это слишком обращает жизнь. Ну это тоже не плохо. Все просто так, это тоже все не просто так. Понимаешь? Матер, чесок. Ничего себе. Какая горка вам больше всего понравилась? Блин, так как у меня просто за каждой крупной горки болела башка, как будто она сейчас у меня отвалится. Мне понравилась горка, наверное все-таки первая самая. Верная? Ну да, в ней как-то было предвкушение. Она какая-то прям еще самая длинная и самая захватывающая что-то. Ну машинки тоже зачетные. Элит тоже неожиданная. Вообще на самом деле мне понравилась душ купаться в надежде. Да. Это про классную. Там девушка купала зачетную еще. Да. И такая струйка. Ой, а мне понравился день в хорошей компании. Что? День в хорошей компании понравился. Ооо. Да, было классно. Это тоже. С ней.